Поговорим про механическую поддержку у пациентов с кардиогенным шоком. Думаю, остались истинные ценители. Значит, сегодня о чем поговорим. Смотрите, интересная пошла динамика. Сейчас кардиогенного шока становится больше, которого не связан с инфарктом миокарда, а связан с другими причинами. И в том числе это декомпенсация хронической сердечной недостаточности вплоть до развития кардиогенного шока. Это различные миокардиты. То есть процент начал перебивать количество шоков, которые возникают у пациентов с острым инфарктом миокарда. При этом, опять же, интересная тенденция, что у тех пациентов, в которых проводится механическая поддержка, начинает потихонечку расти летальность. То есть группа пациентов становится более тяжелыми. Нам приходится сталкиваться с еще большим количеством проблем, осложнений и более коморбидными, и пожилыми пациентами. Так что касаемо консервативных методов стабилизации гемодинамики, мы не говорим, конечно, про основное лечение для пациентов с острым инфарктом миокарда. Все-таки это, конечно, ревускулиризация. Если мы говорим вообще про всех пациентов с кардиогенным шоком, то нам нужно компенсировать дыхательные нарушения, нам нужно компенсировать ОЦК, то есть провести инфузию жидкости, если у пациента нет явления отека легких. Мы начинаем инотропные препараты, часто с них начинаем, или вазопрессорные препараты. Ну и уже конечный этап – это вспомогательное кровообращение именно в плане стабилизации гемодинамики. Интересные данные были опубликованы в отношении того, как вазопрессоры влияют на наших пациентов. И в целом тоже мы должны с вами понимать, что это у нас метод необходимый для поддержания адекватного уровня давления. К сожалению, вазопрессоры, как и инотропные препараты, имеют очень большое количество побочных эффектов и негативно сказываются на наших пациентах, в том числе вполне себе объективные данные. Конечно, здесь играет роль тяжесть пациента. Это огромный инфаркт, например, или тяжелейшее какое-то миокордиальное другое повреждение, которое требует большого объема вазопрессорной катахоламиновой поддержки. И, конечно, такие пациенты хуже выживают. Но в целом, даже если взять внутри одной группы пациентов и посмотреть, как будут разные дозы катахоламинов влиять на прогноз этих пациентов, чем выше дозы, тем хуже прогноз этих пациентов. Это и вазоспазм, это различные аритмии и другие осложнения, растущая постнагрузка и так далее. То есть вазопрессор и все катахоламины – это, к сожалению, у нас по сути тоже метод необходимости, только для того, чтобы поддержать хоть какую-то гемодинамику. И в целом уже сейчас начинают приходить к различным вариантам выбора и тактики по решению вопроса о подключении механической поддержки и в первую очередь, чтобы избавиться от большой катахоламиновой поддержки. И один из вариантов, предложенный был в 2022 году, по кардиальному индексу, который в формула поставлена справа наверху, и решение вопроса по этим цифрам о подключении механической поддержки. То есть такой катахоламиновый индекс. Когда мы видим, что у нас растет катахоламиновая поддержка, а при этом пациент у нас не справляется гемодинамически, мы решаем о применении механической поддержки. Это просто один из вариантов, один из видов алгоритма принятия решения в целом. Что касаемо наших сейчас вариантов механической поддержки, их описано уже достаточно большое количество. В Российской Федерации в настоящее время мы имеем не так много устройств. Мы имеем, по сути, две крайности. Мы имеем внутриортериальный баллонный контрпульсатор и веноартериальное ЭКМО. Интересно, что в целом данные, если мы говорим про доказательную базу, очень-очень-очень скудные. У нас очень мало исследований. В первую очередь это связано с большой разнородностью групп пациентов и сложностью в целом набора таких пациентов. Невозможность практически проведения рандомизированного исследования. То есть какой врач себе позволит провести полноценную контрольную группу и к тому пациенту, которому, скорее всего, механическая поддержка поможет выжить, не поставить ее и, соответственно, погубить жизнь пациента, хотя он мог дать возможность выжить. Поэтому мы взяли наши данные регистра. Мы просто взяли тех пациентов, которых просто не было еще технических возможностей поставить механическую поддержку, потому что их просто не было на тот момент. И взяли тех пациентов, которых мы сейчас включаем. Тех пациентов, которым мы ставим веноартериальное ЭКМО, тех пациентов, которым раньше или сейчас ставится внутриортериальный баллонный контрпульсатор и посмотрели то, как эти пациенты выживают. То есть, по сути, вот это результат реальной клинической практики. И что мы имеем? Мы имеем то, что у пациентов с реальным рефракторным кардиогенным шоком, в данном случае мы говорим про пациентов, у которых минимум 2 катехоламина в нарастающих дозировках. И при этом среднее артериальное давление не выше 70. Таким пациентам, к сожалению, если мы ничего не ставим, летальность крайне высокая, то есть 92%. Если мы ставим баллонный контрпульсатор, то 70%. Если мы ставим ЭКМО, то 52%. Данные достоверные – это наш регистр, реальная клиническая практика работы нашего шокового центра. Говоря про механическую поддержку, всегда нужно иметь в виду, мы все с вами немножко провидцы, нам всегда нужно понимать, какая судьба предстоит нашему пациенту. Если это инфаркт, если мы вовремя быстро сделали ревоскулиризацию, и хорошо ее сделали, то, соответственно, у такого пациента есть шанс на восстановление микрордиальной функции и на просто отлучение от механической поддержки, существование даже самостоятельное. Есть те пациенты, которым мы имплантируем искусственные левые желудочки. В Москве таких, наверное, пациентов крайне малое количество. И, соответственно, те пациенты, которым приходится прибегать к трансплантации сердца из-за того, что восстановление насосной функции не происходит. При этом видов кардиогенного шока, то есть состояние заболеваний, при которых развивается кардиогенный шок, огромное количество. И мы всегда должны примерно представлять, какая судьба предстоит нашему пациенту. Сможем ли мы вылечить этот миокардит, сможем ли справиться с этой тромбоэмболией легочной артерии, или сможем ли мы полечить его какие-то осложнения механические, которые у него возникли от острого инфаркта миокарда. Поэтому для каждого здесь, безусловно, персонализированный подход будет пациента. Про внутриортальный баллон и контрпульсатор, думаю, здесь все практически должны знать. Это давнишняя методика, которой уже около 50 лет. Баллон, который имплантируется в аорту, в диастилу раздувается, в систулу раздувается, помогает убрать постнагрузку и, к сожалению, дает очень-очень скромную прибавку к гемодинамике наших пациентов. И в настоящее время, к сожалению, из-за результата исследования IBP-SHOCK-2, из рекомендаций, как рутинный метод, он выбыл. И в рекомендациях звучит фраза о том, что рутинное применение внутриортального баллонного контрпульсатора не рекомендовано. При этом сразу хочется сказать, немножко в защиту его, опять же, эти исследования, это все очень сложно. И когда взялись за субанализ этого исследования, выяснилось, что реально те пациенты, которым выполнялось чрезкожное вмешательство, это пациенты с инфарктом, и кому ставили контрпульсатор, они заведомо были тяжелее, чем те пациенты, которым не ставили баллонный контрпульсатор. Поэтому в целом говорить о том, что выживаемость была одинаковая, это хороший результат. Это совсем не значит того, что баллон неэффективен. Поэтому, собственно говоря, например, стала отличаться тактика. В Соединенных Штатах Америки баллонный контрпульсатор как применяли, так и применяют. А вот в Европе от него постепенно начали уходить, отказываться. Мы видим всякие веселые картинки в Твиттере от Хельга Ротиле, когда внутриортальный баллонный контрпульсатор стоит у кола помойки, со словами о том, что он нам больше не нужен. Второе устройство более агрессивное, дающее намного больший поток, чем внутриортальный баллонный контрпульсатор. От 2,5 до 5 литров. Ражданным способом может быть имплантировано как подключичным доступом, так и бедренным доступом. Устройство импелло имплантируется непосредственно в полость левого желудочка, забирает оттуда кровь и выбрасывает ее в аорту. Опять же, с доказательной базой слабовато, то есть нет контрольных групп для сравнения, сравнивали с контрпульсатором, с контрпульсатором эффективности не показало, а если контрпульсатор не показал эффективности с консервативной терапией, то о какой эффективности импелло можно говорить. Реальный регистр использования импелло показывает следующее, то есть ее процент использования явно вырос, то есть активнее стали ее использовать. При этом явно увеличилась цена пребывания пациента в стационаре без особого эффекта на летальность. Поэтому про МПЛ пока спорные данные и открыто говорить о том, что всем подряд на шок ее ставить на любой тоже не приходится. Наиболее часто, особенно в европейских клиниках, ее используют при проведении чрезкожных коронарных вмешательств высокого риска. Третье агрессивное устройство – это веноартериальная атма. Когда кровь забирается непосредственно из правого предсердия, оксигенатор проходит насос и выбрасывается в аорту под высоким давлением в противоток той крови, которая идет из левого желудочка. Для перфузии, для оксигенации, для поддержания гемодинамики нашего пациента. Что касаемо доказательной базы. Тут немного обновились данные. Исследование СЛС-шок, которое было опубликовано 2 месяца назад, прогремело. И опять же, те же авторы не получают никакого результата по сравнению с консервативной терапией. То есть берут пациентов, инфаркт, шок. Одних просто стентируют, если простыми словами говорить, другим ставят ЭКМО и стентируют. В итоге результата никакого выживаемости там и там одинаковые. Вопрос. Зачем все это? Я пошла. Нет. Но на самом деле оказалось достаточно интересно. Контрольная группа, 208 человек. В итоге четверть пациентов получили ту или иную механическую поддержку контрольной группы. Потому что рандомизация и слепое воздействие врача здесь невозможно. Когда врач видит, что пациент погибает, он не может оставить пациента и не помочь ему никаким образом, просто потому что он проводит исследования. Поэтому произошел кроссовер и 26% пациентов получили таки механическую поддержку в том или ином виде. ЭКМО, ЭМПЭЛО, разные варианты. Соответственно, возникает вопрос, насколько это контрольная группа. То есть она тоже получила механическую поддержку. Еще один момент, который тоже сильно смущает, если посмотреть на цифры летальности. Летальность в группе ЭКМО и в группе контрольная составила 40%. Это что за такой шок, который без всего может выжить и так. И по сути, если посмотреть данные, то это крайне низкая летальность, если сравнивать со всеми мировыми данными. И если посмотреть на цифры среднего артериального давления, которые были у пациентов, которые включали и в ту, и в другую группу, среднее давление в группе ЭКМО 95 на 61, среднее давление в группе контрольная 97 на 60. А где шок? Поэтому здесь можно, конечно, много критиковать это исследование, но определенную дань, конечно, она внесла. И она показала, что в первую очередь она показала то, что ЭКМО всем подряд ставить нельзя. Это первый вывод. Второй вывод – это то, что ставить пациентам, у которых небольшие дозы норадреналина, которые могут действительно выздороветь и так сами, без всего, действительно тоже это неоправданно. Это слишком высокого риска методика, которая имеет большое количество осложнений. Для чего это? Нужно только получить какие-то осложнения. И как раз про осложнения они очень много там говорят. И если посмотреть у них дополнительные материалы к этому исследованию, они по каждому пациенту показали, какие у них возникали осложнения. И, если честно, от некоторых осложнений там просто волосы шевелятся. То есть спонтанное удаление, самостоятельная конюля артериальная с фонтанирующим кровотечением, тотальная ишемия конечностей с ампутацией. То есть такие вещи, которые, конечно, можно было увидеть, распознать и не допустить. И, конечно, когда такие осложнения случаются, ждать хороших результатов тоже, к сожалению, не приходится. Надо сказать, что в этом исследовании были центры очень разного уровня. Опять же, были экспертные центры, которые лечат там по тысяче шоков в год. А были небольшие стационары, в которых там 50 шоков в год. И то крайне редко никакой команды слаженной нету, технологии еще не проработаны. И, соответственно, вот такие вот осложнения, которых по идее, конечно, быть не должно. Поэтому говорить об однозначности этого исследования не приходится. И, собственно говоря, когда главный исследователь представил данные на Конгрессе, потом он приехал домой в свой стационар в Лейпциг. И доктора первым вопросом, естественно, спросили, а что мы делаем? Мы не будем больше применять ЭКМО? На что он сказал, надеялся, что вы этот вопрос мне не зададите. Вот. В итоге они оставили все как есть и решили, что будут ставить ЭКМО только тем пациентам, у которых действительно гемодинамическая есть нестабильность, то есть которых не удается стабилизировать на инфузии и катахоламинах. Значит, что касаемо других данных, в принципе, есть небольшие метаанализы, которые показывают о том, что ЭКМО может быть эффективной, особенно в тяжелых подгруппах. И особенно у пациентов с рефракторным кардиогенным шоком. Поэтому, в принципе, пока в рекомендациях у нас ЭКМО остается. Что касаемо наших пациентов, они действительно очень разнообразные, поэтому как бы стараются разными способами классифицировать. И та классификация, которая сейчас актуальна, это классификация Sky, которая делит наших пациентов на 5 основных групп. Начиная с группы А, это, по сути, группа риска, еще без шока. По сути, здесь будет, например, любой пациент с острым инфарктом миокарда. А вот уже начиная со стадии В, это уже начинается проявление шока. То есть В – это гипотензия, С – это уже классический шок с подключением катахоламинов, Д – это ухудшающийся пациент, и Е – это уже сердечно-легочная реанимация. Ну вот, собственно, на основании этой классификации тоже вот в этом году, летом вышел один из вариантов, опять же, алгоритмов, как решать, подключать ли я механическую поддержку и какую ее подключать. Ну и вот, да, из того, что чуть еще поподробнее тоже раскрыли признаки разных подгрупп, то есть, например, группа С стала чуть поподробнее описана, систолическое давление меньше 65, лактат 2,5, и как минимум один препарат, или, да, сохраняющаяся гипоперфузия или гипотензия. Стадия Д – это два и более лекарства, и давление от 50 до 65, и стадия Е – это реанимация, или давление меньше 50, лактат более 10. Соответственно, вот эту группу решили назвать рефракторным шоком. Надо сказать то, что рефракторный шок – нет однозначного определения. То есть, если посмотреть разные книги, посмотреть Браунвальда, посмотреть европейские рекомендации, везде немножко по-разному формулируется. Вот, ну вот в данном случае вот такой возможный алгоритм, и начиная со стадии С, в принципе, уже предлагают рассматривать механическую поддержку. Да, на стадиях СД больше преимущества отдают импелия, а на стадии Е – венартериальному икму. Но, тем не менее, со стадии С уже можно икму рассматривать. Что касаемо нашей реальности, это наш приказ департамента о том, как мы принимаем решение об имплантации икму, кому мы вообще рассматриваем. Это пациенты с остановкой кровообращения, с острым инфарктом миокарда, у которых случилась фибрилляция желудочковой или желудочковой тихикардии. Мы не можем восстановить гемодинамику в течение 15 минут. И при этом реанимация начата как минимум в течение первых 5 минут. С момента остановки кровообращения и остановка, естественно, при свидетелях. Кардиогенный шок в том случае, если нам не удается справиться с инфузией и подключением монотропных вазопрессорных препаратов, и при этом пациенту есть какое-то дальнейшее понимание того, что с ним произойдет. Восстановится сократимость, или мы сможем его трансплантировать, или мы сможем поставить ему левожелудочковый обход. Ну и группа пациентов с ЧКВ высокого риска. Это отдельная, наверное, большая тема, которую можно отдельным семинаром вообще проводить. Ну а касаемо противопоказаний, все перечислять не буду. Да, здесь это, в принципе, понятная история. То есть любое заболевание, которое у пациента определяет его дальнейший неблагоприятный прогноз. Есть у нас пациент с тетропорезом, с места гии, пациент с инсультом большим перенесенным, с сепсисом, терминальной почечной или печёночной недостаточностью и так далее. То есть любые заболевания, которые в данном случае мы понимаем, что этот пациент долго уже, к сожалению, не проживет из-за его основного заболевания. Ну и то, что мы сейчас имеем в рекомендациях, собственно, контрапульсатор рутина не рекомендован, но можем применять при разрывах, например, и при шоках другой этиологии. То есть миокардиты, токсическое поражение сердца и другие состояния, любые, связанные с кардиогенным шоком, но при этом не связанные с инфарктом. Микроаксиальные насосы могут быть использованы, начиная со стадии СД, если говорить о классификации СКАИ, и веноартериальное ЭКМО, которое применяется у пациентов с остановкой кровообращения, у пациентов с комбинацией дыхательной и сердечной недостаточности. И, в принципе, при кардиогенном шоке у пациентов, начиная со стадии С. Что касаемо осложнений, здесь можно говорить не только про осложнение ЭКМО, но и про осложнение в целом механической поддержки, они в очень высоком проценте случаев происходят. Сосудистые до 30% случаев, когда мы ставим конюли размером 25-26-23 френч, естественно, к сожалению, очень высок риск каких-либо сосудистых осложнений. Неврологические осложнения, инсульты геморрагические, в том числе инсульты до 13%, инфекции, гемолиз, почечная недостаточность и, естественно, кровотечение, которое возникает до половины случаев. Ну, вот когда смотришь на это, в первую очередь начинаешь думать, а насколько вообще точно нужно ставить пациенту поддержку, если я столкнусь с тем, что, скорее всего, 50 на 50 у него будет кровотечение, с которым вообще еще как справиться, да, скорее всего, у него может быть, да, 50 на 50 почечная недостаточность, заместительная почечная терапия, а есть ли она у меня в стационаре сейчас, да, потому что, к сожалению, сейчас есть определенные сложности с получением расходных материалов для этого. Из особых осложнений именно вены артериального ЭКМО это перегрузка левого желудочка, которую тоже нужно не пропустить, да, и которую мы все боимся, потому что у наших пациентов и так сердце уже повреждено чем-то, да, это миокардит, это инфаркт, и помимо этого мы еще будем повреждать его этим потоком, который бьет непосредственно в ортальный клапан и мешает сердцу нормально разгружаться и вызывает, да, перегрузку, рост, конечно, диастолического давления, появление спонтанного эхоконтрастирования с тромбозом полостей, с символическими осложнениями, которые тоже нужно не пропустить, да, проявляется клинически, это в первую очередь возникновением отека легких или рецидивирующими нарушениями ритма, да, с которыми мы никак не можем справиться. Если вы видите это на ЭКМО, то есть, скорее всего, это перегрузка. В плане разгрузки много методов уже описано, на самом деле даже, наверное, больше методов, чем самой механической поддержки. Начиная с простых, просто уменьшить поток, да, иногда очень радикально подходит к механической поддержке, да, у пациента шок, значит, выкручу сразу на 4 литра и пусть так оно и идет. На самом деле это очень тонкая настройка у наших пациентов, да, если удается поддержать какой-то более-менее адекватный уровень среднего артериального давления, да, нужно держаться минимального уровня потока для этого, и, да, это будет профилактизировать в то же время развитие перегрузки. Но у некоторых пациентов, к сожалению, без этого никак, да, то есть те пациенты, у которых тяжелейшее поражение миокарда и требуется очень высокий поток ЭКМО, перегрузка, к сожалению, естественное течение процесса. Это порядка четверти пациентов, и им требуется уже активная разгрузка. Мы можем пробовать начинать с анотропных препаратов, тоже не всегда удается справиться, и вплоть уже до применения, да, хирургических методов, МПЛы и так далее, да, для того, что возможно в данном стационаре. Но из таких простых, наверное, наиболее доступных методов, которые есть сейчас в стационарах Москвы, это подключение контрапульсатора. Как мы помним, он прекрасно убирает ту самую пресловутую постнагрузку. В плане антигоагулянтной терапии тоже много вопросов возникало, почему лучше ориентироваться, вплоть до драки, сети, АЧТВ, да, ну, реально и тот метод прекрасно подходит. Самое худшее, что вы можете сделать, это комбинировать. Когда мы получаем АЧТ больше 200, АЧТВ 30, и что тут делать, вообще непонятно. Да, поэтому в целом выберите один какой-то конкретный метод и согласно инструкции просто меняйте дозу гепарина или по одному, или по другому. Не усложняйте ни себе, ни пациенту жизнь. В плане профилактики инфекций тоже вопрос. В целом, да, мы сейчас стремимся все к тому, чтобы к рестрикции антибиотикотерапии, да, мы постараемся ее уменьшать, особенно профилактику, которая часто бывает, вообще не нужна. Но в реальности Москвы, да, когда у нас в стационаре, да, когда в кардиореанимации перегрузка в 200% наиболее частая, да, я прекрасно знаю, у коллег все то же самое, достичь того, чтобы ваш пациент находился в абсолютно стерильных условиях, да, чтобы у него была изолированная, извините, сестра, которая одна с ним занимается все сутки и больше никуда не ходит и не приносит ему никакую инфекцию. Когда она постоянно меняет стерильные перчатки и работает только в стерильных перчатках, когда закрытая система для санации, когда у пациента нету еще 25 больных, которые лежат к нему, да, непосредственно здесь, вот в одном помещении, половина из которых кашляет, чихает и имеет, да, полиэзистентную клепсиелу, к сожалению, крайне, да, крайне у нас в этом плане неблагоприятные условия, которые имеются, которых мы, естественно, максимально стараемся избегать, но тем не менее все равно это достаточно сложно и дорогостоящее. Поэтому процент развития инфекционных осложнений достаточно высокий, и часто приходится все-таки прибегать к антибиотикопрофилактике. Реальность такова, что если всем подряд, да, проводить массивную антибиотикотерапию, мы реально просто удлиняем срок пребывания нашего пациента в стационаре, мы, да, утяжеляем течение инфекционного процесса и усложняем себе подбор антибиотикотерапии дальнейшей, когда у пациента уже разовьется какая-то внутригоспитальная инфекция. Поэтому 10 раз здесь подумать, проработать какие-то алгоритмы для своего собственного стационара, посмотреть, какие микроорганизмы у вас встречаются, и, да, по возможности применять профилактическую антибиотикотерапию только непосредственно в момент проведения процедуры, а в дальнейшем уже решать по росту воспалительных маркеров и проявлению инфекционных процессов и заболеваний. В плане профилактики в первую очередь везде любые какие-то книги и рекомендации не открыли, гигиена рук медицинского персонала. Все подряд не ходят, да, работает желательно один человек с этим пациентом и старательно моет руки до, после и во время работы с этим пациентом. Максимальная изоляция контура ЭКМО тоже, знаю, да, частая история. Сейчас прокапаем прямо в контур, вообще быстро прольется кровь, быстро прольется там гилофузин или что-то, что вы захотели провести инфузионную терапию. И вот это вот подключение идет постоянное внутрь контура, да. Чем меньше мы туда лазим, тем меньше инфекционных осложнений. В плане дезинфекции из средств у нас, да, хлоргексидин, из того, что мы используем чаще всего, ну и различные стандартные методы, там, да, профилактики вентилятора, ассоциированной пневмонии, ранее начало питания этих пациентов и постоянная оценка на возможность отлучения от ЭВЛ, отлучения от различных катетеров, да, то есть как можно быстрее стараемся это все сделать. Ну и важный, но сложный для нас для всех момент, это изоляция пациентов, да, то есть чтобы он не был в окружении инфекционных больных. Ну вот интересная, да, тоже история по комбинации ЭКМО с контрпульсатором, и все больше об этом говорят, о том, что ЭКМО плюс контрпульсатор более эффективно и лучше влияет на прогноз наших пациентов с шоком, чем изолированные применения ЭКМО. Да, то есть сочетание механической поддержки с разгрузкой левого желудочка. Ну и, собственно, да, как разгрузка по данным метаанализов, контрпульсатор действительно показал себя лучше, чем остальные методы. В плане того, когда ставить ЭКМО, опять же, если у нашего пациента рефракторный шок или остановка кровообращения на момент поступления, лучше сначала поставьте аппарат, а потом уже делайте стентирование, да, как кардиологу это сложно пережить, но в то же время нужно понимать, что таким образом мы прогноз нашему пациенту улучшим. Да, вот те самые данные, на которые мы с вами опираемся, о том, что чем больше задержка, тем выше летальность наших пациентов. Но в то же время, если это ЭКМО, да, поставлено пациенту с рефракторным шоком, то как раз прогноз, наоборот, получается лучше, если даже есть задержка в проведении чрезкожного коронарного вмешательства. Пациенты с остановкой кровообращения, тут немножечко попроще уже, да, более-менее есть данные об эффективности, да, то есть нам нужно успеть до часа с момента остановки кровообращения, да, если у нас начаты сразу, а не в течение первых пяти минут с момента остановки, мы уже можем рассматривать, если за 15 минут не удается восстановить гемодинамику, то все, уже собирается аппарат, уже мы готовимся к тому, чтобы имплантировать, и должны успеть сделать это до часа с момента остановки кровообращения. Критерии включения тоже, да, уже, в принципе, прописаны в литературе. Возраст менее 70 лет, начальный ритм фибрилляции желудочков или желудочковая тихикардия, остановка при свидетелях, начало в течение пяти минут и отсутствие восстановления в течение 15 минут. Ну, исключение, там тоже, да, список, по сути, всякие состояния, которые определяют прогноз неблагоприятный наших пациентов, и как асистолия, как начальный ритм. Тот алгоритм для пациентов с инфарктом, которым мы сейчас пользуемся, да, то есть уточняем механизм шока, ну, Дмитрий Владимирович, я думаю, подробно это все рассказал, как мы это делаем, да, эхокардиография обязательно, адекватно, да, восполняем ОЦК по возможности инфлюзии инотропов-вазопрессоров, если остается гемодинамическая нестабильность, то до ЧКВ механическая поддержка, если, да, удалось стабилизировать, то сначала ЧКВ, потом механическая поддержка в зависимости от состояния пациента, да, если ухудшается, то применяем. Те результаты, которые мы сейчас имеем, да, это 50-процентная выживаемость пациентов, мы еще раз говорим про максимальную тяжесть состояния пациентов. 75% пациентов перенесли сердечно-легочную реанимацию перед имплантацией вены артериального ЭКМОН из наших пациентов. Да, это все пациенты с рефракторным исключительно шоком. При этом, если говорить про негативные исходы, неконтролируемая инфекция и прогрессирование истинного кардиогенного шока, надо сказать то, что, в принципе, есть выходы из этого, да, прогрессирование истинного кардиогенного шока, если мы видим таких пациентов, да, их можно больше дальше рассматривать на какие-то методы, да, постоянной поддержки гемодинамики. Это или левожелудочковый обход, что является, в принципе, неплохой перспективой, или трансплантация сердца. Но, к сожалению, по трансплантацию далеко не все подходят, особенно, да, по возрасту. Вот у нас средний возраст пациентов – это 70 лет, да, от 68 до 70. Ну, и, соответственно, да, мост. Куда у нас этот мост ведет с вами? Механическая поддержка, ЭКМО, да, он ведет либо к восстановлению миокарда, либо к трансплантации, либо к искусственному левому желудку. Если мы говорим про восстановление, прекрасный, идеальный вариант, наш пациент поправляется, мы видим, да, то, что у него растет фракция выброса, у него улучшается состояние, мы видим, у него дыхательная функция сохранилась, да, то есть прямо конкретные шаги. Есть несколько, в принципе, алгоритмов принятия решения о декоммуляции, ну, вот таким пользуемся мы, да, то есть мы убедились, что причина была обратима, что пациент имеет положительную динамику, стабильная гемодинамика в течение суток, да, среднее давление более 60 мм тупного столба, оцениваем функцию легких, индекс оксигенации, пробуем проводить тест на отлучение от ЭКМО, да, то есть вплоть до снижения на одну треть, да, то есть одна треть от исходного уровня потока, и, соответственно, оценка эха обязательно, фракция выброса более 20, как минимум, процентов, оцениваем VTI на аорте, смотрим, да, если есть возможность инвазивного мониторинга сердечный индекс и давление заклинивания, и оцениваем обязательно правый желудочек, его возможности. Если, да, все, все критерии соответствуют, мы деканюлируем пациента. Во время деканюляции обязательно нужно не забыть про мертвое пространство. Все очень просто, когда идет хирургическая деканюляция. Вот в нашем стационаре 100% отлучений – это хирургическая деканюляция. Большое спасибо за это нашим хирургам, да, они всегда находят возможность для этого. Например, в Европе или в Америке хирурги просто не тратят на это время, да, то есть их время так дорого и так важно, что какое-то там удаление ИКМО, да, они его просто не выполняют, потому что не считают это таким важным мероприятием. Поэтому приходится удалять это эндоваскулярно. Эндоваскулярно это делать очень сложно, да, это нужно инструмент. Есть ли сейчас в Москве, Андрей Вячеславович, возможности для эндоваскулярного удаления устройства соответствующие, есть или нет? Ну, во-первых, это дороже просто будет, а во-вторых, сейчас они есть, но были проблемы с поставками. Проглайд основное, да, вышивающее устройство, и там есть, как в Притаве, кто в клиниках занимается, знает, что нужно передушевать. То есть идеальное вложение Проглайда, все-таки это в 6-фринчевый интродюсер, вложение идеального шва, уже потом расширение до конюликмо. После 16-фринчевого, конечно, можно Проглайдом выполнять ушивание, но есть высокий риск того, что вы потратите избыточное количество этого инструмента, так и не захватив нормальные края расширенной артерии. Это лучше делать до. Но, тем не менее, просто цена. Кирургия в нашем случае дешевле. Да, и второй момент, это как раз-таки вот это самое пресловутое мертвое пространство, которое у нас находится между интродюсером, который у нас обеспечивает перфузию бедренной артерии, и конюлей. Соответственно, это место очень высокое в плане тромбогенности. И удалить хирургически все эти тромбы очень легко, с помощью полузакрытой тромбоэктомии, когда тромфогроти это выполняется. Все сделали прекрасно, все получилось. Эндовускулярно это намного сложнее, гораздо чаще встречаются эмболические осложнения и кровотечение. Поэтому в целом, наверное, можно говорить о том, что хирургическое удаление – это все-таки удаление выбора. Но в первую очередь, естественно, ориентировка идет на возможности стационара. Если у вас нет ни сосудистых, ни кардиохирургов, то, к сожалению, у вас, скорее всего, это не очень получится, потому что найти человека, который приедет из другого стационара ради удаления ЭКМО, наверное, не выйдет. Что касаемо возможности левожелудочкового обхода. Ну, в целом, конечно, на остроте состояние пациентов на левожелудочковый обход не берут. То есть таких пациентов приходится длительно вести на временной механической поддержке, то есть там неделями, две-три недели на ЭКМО. Если пациент переносит, если переносит инфекционные осложнения, то такому пациенту можно рассмотреть имплантацию искусственного левого желудочка. Это возможный вариант выжить такому больному. Есть варианты и БИВАТ, так называемые, когда имплатируются сразу два устройства, и в правый желудочек, и в левый. В Российской Федерации пока недоступная опция. В плане отборов пациентов на искусственный левый желудочек, извините, позволю небольшую рекламу, у нас сейчас проводится отбор таких пациентов, и если вы встретите их, то, пожалуйста, обращайтесь. Я являюсь координатором программы, можете взять мои контакты. Мы отбираем сейчас преимущественно пациентов с хронической сердечной недостаточностью, но если у вас будет пациент, который принес устроинфаркт миокарда и в настоящее время находится в тяжелой сердечной недостаточности, декомпенсации, является потенциальным для искусственного левого желудочка, мы тоже будем его рассматривать, поэтому не стесняйтесь, обращайтесь. Ну, теперь по немножко клинических случаев. Первый пациент в 63-х лет, это один из первых наших пациентов, кому имплантировалось венартериальное ЭКМО, поступает после короткого эпизода клинической смерти на догоспитальном этапе с передним стемми, с крайне низкой фракцией выброса, порядка 16%, с множественным поражением коронарных артерий, включая максимальное поражение и огибающей, и передней межелудочковой артерии. Собственно говоря, и видим, какой красивый ствол со стволовым поражением левой коронарной артерии. Собственно говоря, непосредственно до проведения чрезкожного вмешательства принято решение об имплантации венартериального ЭКМО. У пациента на момент имплантации ЭКМО явление кардиогенного шока, артериальное давление систолическое не выше 65 мм тутного столба без хорошего эффекта на катахоламины и инфузионную терапию. Имплантирована система венартериального ЭКМО периферическим доступом, бедренная артерия, бедренная вена. Мы это делаем контрлатерально чаще всего для профилактики ишемии. В дальнейшем, в первые же сутки, у пациента потребность в достаточно большом потоке венартериального ЭКМО и развитие перегрузки левого желудочка. У пациента некупирующийся отек легких, потребность в том, чтобы наращивать ПДКВ при проведении искусственной вентиляции легких, диуретическая терапия без особого эффекта. Инотропные препараты тоже эффекта не дают. Принято решение о том, чтобы поставить пациенту дополнительно внутри артальный баллонный контрпульсатор с целью разгрузки. На комбинации методику пациента постепенно начинает улучшаться сократимость. Фракция выброса у нас в конечном счете возросла вплоть до 35%. Мы столкнулись еще с достаточно большим количеством инфекционных осложнений. Пациент месяц пребывал в стационаре, но в конечном счете был все-таки выписан. Таким вот образом, причем последовательность удаления была такая, что пациенту сначала была комбинация ЭКМО и контрпульсатора, затем убрали ЭКМО, затем убрали контрпульсатор. То есть последовательность была такая. Следующий случай. Пациент 70 лет, был госпитализирован к нам уже с повторным инфарктом миокарда. С первым он проходил лечение в другом стационаре. Там было выполнено стентирование передними желудочковой артерии. И, к сожалению, после выписки пациент не понял, не услышал, в общем, не принимал двойную дезагрегантную терапию. И на третьи сутки развития рецидива острого инфаркта миокарда, он поступает к нам опять же с крайне низкой фракцией выброса, 16%, с качающим, по сути, видим там пару сегментов буквально сократимости в боковой стенке. Пациенту выполнено стентирование передней межжелудочковой артерии, но сохраняется гемодинамическая нестабильность, начинают возникать рецидивы желудочковых тахикардии с развитием кардиогенного шока. Пациент переведен на веноартериальные кму. Его, кстати, доступ осуществляли комбинированным способом. Это происходило в дневное время, сосудистые хирурги были свободны и помогли нам выполнить доступ открытым способом. Надо сказать, что это тоже сильно упрощает потом удаление и уменьшает количество геморрагических осложнений и эмболий. Соответственно, пациент продолжал веноартериальные кму, однако улучшения сократимости не происходило. Какие возможные варианты? 70 лет. Это один из первых наших пациентов, которого мы перевели на трансплантацию сердца. Как оказалось, несмотря на свои 70 лет, он весьма активный пациент. Мы смогли его экстубировать на вторые сутки пребывания в стационаре, несмотря на продолжающиеся веноартериальные кму. Поговорили с ним. Он был физиком. Вполне абсолютно контактный, понимающий все человек. Мы его обследовали. Провели ему компьютерную томографию. Несмотря на продолжающиеся кму. То есть нужно было свозить пациента на КТ, при этом посмотреть и головной мозг, и органы грудной и брюшной полости, потому что без обследования, естественно, на трансплантацию таких пациентов не возьмут. Тем более в 70 лет. И в конечном счете нет оказалось, что никаких значимых сопутствующих нет. То есть никакого реального противопоказания к трансплантации, как бы мы ни хотели, как бы ни хотели трансплантологи, не нашли. И трансплантологи взялись. Мы его транспортировали. ЦЭМП нам в этом очень сильно помог. И сейчас они, наверное, одни из лучших в плане транспортировки таких тяжелых пациентов. И, соответственно, такого пациента мы отправили на трансплантацию. Буквально там в течение первых двух-трех дней он был взят на трансплантацию. Ему трансплантировано сердце, и он живет. Он живет по сей день, он работает, он активен и крайне нам благодарен. Причем достаточно интересная история, потому что мы через год решили его вызвонить, спросить, как он себя чувствует. И, как оказалось, он абсолютно амнезировал все, что происходило у нас в стационаре. То есть он помнил то, что происходило, когда была трансплантация, а вот то, что было до этого, он не помнил вообще. И когда мы с ним вышли на связь, он сказал, ой, а я так хотел найти, связаться с вами и сказать ему слова спасибо, потому что ничего абсолютно в памяти не осталось. Выписку ему тогда не отдали. Ну и пару слов про нашу команду. Естественно, да, уже говорили про команду для лечения тромбоэмболии легочной артерии. Та же команда у нас и занимается лечением пациентов с кардиогенным шоком, вне зависимости от этиологии этого шока. И в нее вовлечены, по сути, люди целого корпуса. То есть это огромный труд большого количества людей. Это и хирурги, и кардиохирургическая реанимация, и просто наш кардиореанимационный блок, и, естественно, кардиологи, которые потом длительно этих пациентов наблюдают, эндоваскулярные специалисты, безусловно, реабилитация. То есть неврологи все-все-все вовлечены в лечение, помощь этим пациентам, за что им большое спасибо и за такие хорошие результаты, которые мы в настоящее время имеем. Благодарю за внимание. Есть ли у вас какие-то вопросы? Спасибо большое, Полина Павловна. Если возможно, я спрошу. Тут у нас аудитория эндоваскулярных. Сколько осталось эндоваскулярчиков? Еще поднимите руки, пожалуйста. Половину. Я спрошу только вопрос, он немножко провокационный, может быть, даже камень в наш огород, но, тем не менее, эта тема актуальна, и ее всегда обсуждают больше калуарно. Вот ваше личное мнение, может быть, ощущение, и ориентация на свой опыт. Как бы вы хотели, чтобы вот мы, все-таки мы касательно ЭКМО, наверное, делаем наименьшую работу, я бы сказал, что процентов 5-10 от всего лечения, потому что мы ЭКМО ставим только на этапе коннуляции, а большая часть лечения пациентов – это все-таки пациент реабилитационный. Как вот вы считаете, как бы вы хотели, чтобы мы конюли ставили в одну сторону, в две стороны? Как лучше под УЗИ и без УЗИ? Вот ваш опыт, анализируя наши случаи, мы не всегда делаем под УЗИ, мы не всегда ставим, вот бывает, что по-разному, и вот что вы по этому поводу скажете? Ну, во-первых, я считаю, что все-таки не стоит браться тем, у кого вообще нет никакого опыта. То есть лучше все-таки сначала посмотреть, где-то съездить, есть какие-то более-менее плановые больные, которым на чекового высокого риска ставится веноартериальное ЭКМО. Есть, в конце концов, пациенты, которым АИК проводится. То есть не беритесь, особенно у экстренных больных, впервые ставить конюли. То есть если есть возможность где-то поучиться, лучше эту возможность реализовать. Потому что это действительно есть какие-то маленькие подводные камни, с которыми ты можешь столкнуться, и с которыми мы в том числе сталкивались. Такие простые вещи, как, например, пункция артерии, что она должна быть осуществлена ниже по партовой складке. Оказалось бы, простая вещь. Но когда это экстренная ситуация, когда пациент на сердечно-легочной реанимации, на Лукасе, то, естественно, куда там уже поставил, туда поставил. А вот потом мы сталкиваемся с такими кровотечениями, с которыми иногда очень тяжело справиться. Поэтому это первое. Второе, то, что в плане технических вариантов контрлатеральная конюляция проще для пациента в плане меньшего количества процентов развития ишемических осложнений для конечности и эмболических осложнений. Третье, наверное, пару слов все-таки расскажу про размер конюль, к чему мы сейчас потихонечку начинаем приходить. Оказывается, что совсем не обязательно ставить какие-то огромные конюли, чтобы обеспечить огромный поток нашим пациентам. Мы все больше придерживаемся рестриктивной тактики и выбираем размер артериальной конюли не больше 16-й. 16-й артериальная конюля и венозная конюля 22-23 френч. И в итоге нам достаточно потока, и при этом вообще не возникает ишемии и конечности. Более того, у нас уже есть ряд случаев, когда мы даже не ставили отводящую конюлю в бедренную артерию и спокойно абсолютно обходились без этого, без возникновения острой ишемии и конечности. То есть, опять же, меньше геморрагических осложнений от того, что мы уменьшаем размер конюли. Но, конечно, когда мы говорим про крупного пациента с остановкой кровообращения, такой вот маленькой конюлей, скорее всего, не обойтись. Наверное, все. А вот, Сёжек, как лучше ставить? В одну сторону обе конюли или в разные стороны? Ну, вот, да, то, что я уже упомянула, сквозь контрлатерально. Лучше ставить с двух сторон. Да, с одной стороны венозную, с другой стороны артериальную. Это, опять же, вызывает меньшее количество осложнений. Это доказано, да? Это доказано, да. Спасибо. Так, у нас есть онлайн еще вопросы. Ну, сейчас, наверное, в конце вернемся. Тут есть про тромболезис вопрос. И, значит, первый вопрос. Какой ваш взгляд на ЭКМО-СЛР при внебольничной остановке кровообращения? Отличный вопрос. Спасибо. Как раз Дмитрий Владимирович уже коротко по этому вопросу прошелся. Что касаемо внебольничной остановки кровообращения? Ну, конечно, здесь очень взвешенно надо к этому подходить. Крайне маленький процент, к сожалению, у нас пациентов доставляется вот в это окно. То есть меньше часа с момента остановки кровообращения. Это обусловлено техническим моментом. То есть невозможно всей скорой помощи, к сожалению, оснастить аппаратом механической компрессии и всем необходимым для проведения сердечно-легочной реанимации. Поэтому получается, что есть вот эта цепочка. Когда к пациенту с остановкой кровообращения приезжает или при просто неподготовленной бригаде развивается остановка кровообращения, они начинают на месте реанимационные мероприятия, на себя вызывают бригаду, у которой есть все необходимое. Это все, естественно, время. И, к сожалению, получается, что пациент приезжает уже через 60, 70, 80, иногда 90 минут с момента остановки кровообращения. Ну, о какой поддержке здесь может быть идти речь? К сожалению, да, здесь только речь идет уже про трансплантологию. Вот, если есть возможность, если пациенту недавно развилась остановка кровообращения, это вот буквально наш последний случай, у пациента развилась остановка кровообращения при бригаде скорой помощи, бригада была оснащенная, реанимационная, они все имели при себе, да, они интубировали пациента, они пациенту поставили центральный катетер, проводили всю необходимую терапию, наложили аппарат Лукас, да, для непрямого массажа сердца, и в течение первых 30 минут с остановки кровообращения доставили этого пациента в стационар. На момент поступления желудочковой тахикардии пациенту восстановлен ритм, сохраняются явления шока, он транспортирован в рентгеноперационную, там имплантировано веноартериальное икмо, выполнено чрезкожное вмешательство. Мы все, честно сказать, стояли просто скрестив пальцы о том, чтобы, да, у него восстановился неврологический дефицит. И он восстановился, да, он восстановился полностью, это абсолютно сохранный человек, который сейчас у нас ходит по кардиологическому отделению, да, и родственники, да, в полном недоумении, вообще в шоке, что так могло быть, да, то есть первые дни, конечно, были крайне тяжелые, было совершенно непонятно, что с ним будет происходить, и будет ли он восстанавливаться. Поэтому, да, единицы такие есть, но взвешенно, очень взвешенно подходим, да, то есть если у пациента, еще раз, да, с момента остановки кровообращения, меньше часа, да, отсутствие противопоказаний, если говорить про анализы, да, некоторые руководствуются, например, результатами КСС и лактатом, у нашего пациента лактат был более 15, он не определялся, да, и тем не менее он выжил и остался без неврологического дефицита, то есть тоже здесь какой-то однозначный, да, сложно, не могу сказать, да, нет такого критерия, как лактат, например. Еще один вопрос про деканюляцию, и, да, устанавливается фракция кислородная 21%, не добавляет ли это примеси неоксигенированной крови в аорту, ухудшая доставку к периферическим тканям, нарушая качество измерения индекса оксигенации? Ну, все-таки 21% это норма, это неоксигенированная кровь, да, поэтому если наш пациент выздоравливает, если у него нет тяжелой дисфункции, легочной или сердечной, то, да, как раз-таки это и будет нашим показателем для того, чтобы провести деканюляцию. Но если пациент с этим не справляется, соответственно, мы вполне себе можем рассмотреть переход или на веновенозное ЭКМО, на варианты веноартерио-венозного ЭКМО, да, или просто продолжение веноартериального ЭКМО, если это необходимо. Вот, если есть еще вопросы по теме именно кардиогенного шока, механической поддержки. Вот там есть вопрос? Там, вот, есть, есть... Да. Какой-нибудь контентер, там, 12 френчей, что-нибудь такое. Вы описали очень хорошую проблему. На самом деле, кто занимается периферическими интервенциями и владеет антеградной пункцией бедренной артерии, я думаю, что я периодически сталкиваюсь с такой ситуацией, когда, да, если пациенты полные, они часто сбывают полные, с критической ишемией. У нас при заведении, допустим, стандартного шански-френчевого интердюсера заламывается интердюсер. Поэтому, да, действительно, прямая пункция, она мне предпочтительна, но мы часто стараемся ставить обходной интердюсер практически вот на уровне, где была пункция, в паховой складке, там, где минимальная, и все равно угол 45 градусов. Еще мы используем, у нас есть некоторое количество армированных интердюсеров. Но в большинстве случаев вот интердюсеры Cordis, которые мы имплантируем, они имплантируются под углом примерно 45 градусов и не заламываются даже полно пациентов. Ну вот армированные интердюсеры, насколько я знаю, они чуть-чуть длиннее. Поэтому у нас размер мертвого пространства становится больше. Но их можно сделать тогда, когда вы сталкиваетесь с полным. Просто если вы сломаете интердюсер, самая большая проблема даже не в этом. Он когда начинает ломаться, он может вылететь непроизвольно. У нас один раз такое было, но правда мы остановили, гемостатически сделали мануально, но это нужно учитывать. И если полный пациент, крупный очень, лучше сделать удлиненный. Конечно, есть риск тромбоза, но по крайней мере вероятность кровотечения, то, что заломается, она будет меньше. Здесь это важнее. И здесь, кстати, тоже плюс очередной открытого доступа. Понятное дело, что это в экстренных ситуациях мало, редко это возможно. Но тем не менее, насколько я знаю, в коммунарке активно это применяется. Именно открытый доступ для проведения веноартериального ЭКМО. И при открытом доступе вообще никаких проблем с заведением интердюсеров нет. Но не везде, к сожалению, есть такая возможность. И, кстати, еще по поводу мертвого пространства тоже еще один момент хотела сказать. Иногда недооцениваем. То есть мало того, что там эмболические какие-то осложнения могут происходить, на самом деле достаточно тяжелая бывает ишемия, если очень большой размер мертвого пространства получается. И описано достаточно большое количество случаев. Некроза ягодичной мышцы практически целиком, некроза полового члена целиком. То есть крайне неблагоприятные осложнения, которые могут очень плохо для пациента закончиться. Поэтому нужно все-таки стараться, чтобы интердюсер как можно выше ставить под рентген или как минимум УЗИ контролем. Мы рутины ставим под УЗИ, у нас получается, что вкол антеградный в общую, и вот буквально вкол ретроградный в общую, а антеградный почти вот может быть половина сантиметра, даже иногда и антеградный, и ретроградный все в общую идет. Под удоверозвуком это хорошо видно. Всегда конюля первая, мы ориентируемся всегда на клинику, клиника ведущая. Как сказала Полина Павловна, у нас большое количество пациентов на самом деле идут без обхода. Если вы видите, что нога имеет другой цвет, да, иногда вообще стоит посмотреть УЗИ, потому что, например, пациенты, который у нас последний пациент был, то, что я рассказывал Вадимович, где его то, что Полин Павловна описывала длительная реанимация, у него обе ноги были бледные, потому что была периферическая вазоконстрикция на фоне до больших доз вазопрессоров. Это разрешилось в течение некоторого времени, и мы даже хотели сначала поставить. Так получилось, что мы были заняты, не пришли. В итоге пришли через два часа, там нога уже теплая, розовая, и пошлись без интеградной коннуляции. Ходовой вы что имеете в виду? Смотрите, здесь вопрос еще. Да, может быть. Здесь основная проблема в том, что нельзя использовать маленькие диаметры. Вообще, самые хорошие для перифузионных большие диаметры. Почему? Чем у вас больше диаметра, тем меньше повреждений. Это всегда так. Поэтому, если вы имеете альтернативу, которая позволит иметь большой диаметр и меньшую протяженность для того, чтобы уменьшить объем повреждения крови, то, пожалуйста, почему нет? Мы просто это ставим, потому что это дешево. Но интердюсер стоит полторы тысячи рублей. Штифринчевый. Еще один онлайн вопрос. Имеется ли у вас в центре опыт применения пульскат? Если да, расскажите, пожалуйста. Опыт имеется у нас. Мы пробовали применять пульскат. Сразу скажу, очень капризные, устройство, которое не имеет, опять же, никакой доказательной базы. Принцип работы, то есть он выглядит примерно как импелла, то есть устройство заводится непосредственно в полость левого желудочка, забирает оттуда кровь и пульсирующим током выбрасывает ее в аорту. При этом синхронизация происходит по ЭКГ, и при этом подключается он к внутриартальному баллону, к аппарату непосредственно, внутриартального баллонного контрпульсатора. И то есть воздух, который пульсирует, гелий, который пульсирует, вот эту мембрану периодически продавливает, и вот эта кровь, которая забралась из левого желудочка, она выбрасывается в аорту. Соответственно, очень много условий. То есть, если у пациента фибрация, претергией, техиси, столея больше 120, вклад гемодинамический от пульската крайне низкий. При этом устройство достаточно крупное, которое имплантируется, там, по-моему, 14, и достаточно большое количество геморрагических осложнений, а вот гемодинамический эффект крайне-крайне невысок, невелик. Но при этом, наверное, можно рассмотреть его все-таки как устройство поддержки для пациентов с чековой высокого риска. Я думаю, да, Андрей Вячеславович? Да, вполне. Ну, цена только вопрос, Да. Вот тут еще, Алексей, вопрос, два вопроса. Наверное, это один вопрос к вам, Полина Павловна. Подскажите, пожалуйста, есть ли указание в инструкции к препарату Актеризм для проведения селективного тромболиза? Я вот не помню. Значит, в инструкции к препарату точно нет, сразу скажу, но есть данные в принципе небольших регистров, исследований и клинических случаев, где применяется вот та доза, которую, собственно, Андрей Вячеславович и описал, и как бы эти дозы мы и применяем. То есть, это, по сути, четверть от той дозы, которая при инфаркте применяется, и половина той дозы, которая применяется просто при тромболизе и при теле. Тут еще такой вопрос. В литературе множество других схем. Почему выбрана эта схема? Да, вы абсолютно правы, что схем множество. Мы выбрали эту схему, исходя из того, что эта схема очень похожа на объем и дозу, которая вводится при экосе. Поэтому мы взяли именно ее, а так действительно существует очень большое количество. Самое главное в армиюме промежуток. Он тоже варьируется. Есть где-то 12 часов, есть где-то 36 часов. Поэтому здесь сложно сказать. Мы большими данными не обладаем. Мы исходили только из логики ЭКОСа в этом случае. Можно, пожалуйста, в микрофон, чтобы аудитория тоже слышала. Скажите, пожалуйста, много ли у вас таких пациентов, которым с обструктивным шоком при тромбоэмболии легочной артерии, которым первым делом проводилось венно-артериальное ЭКМО, а потом уже решался вопрос с восстановлением кровотока в легочной артерии. Потому что это было так преподнесено, как некий такой вариант выбора. Просто это немножко так удивительно, такая тактика для меня. Потому что для тромбоэмболизиса при обструктивном шоке на моем понимании противопоказаний нет. А для ЭКМО вот целый слайд. На обструктивном шоке и тромбоэмболизис... К тромбоэмболизису достаточно большое количество противопоказаний все-таки. То есть если там какие-то переместные инсульты, опять же, наличие какой-то неврологической симптоматики и так далее, это будет противопоказание. Кровотечение и так далее. Это не противопоказание. Ну ладно, я не делаю. Вот. Касаемо нашего опыта, у нас таких пациентов, наверное, за все время может быть двое. Но еще раз я скажу, что у нас не экспертный центр в этом. То есть они к нам такие залетные птицы, случайно попадающие. У нас... Ну то есть мы даже были в клиническом исследовании по тромбоэмболии, поэтому я точно могу сказать, что у нас за год таких пациентов с обструктивным шоком проходит не больше 10. Вот. Поэтому, ну то есть, это считайте 1 на 10. Вы абсолютно правильно заметили то, что это при болезни, которая потенциально может привести к летальности почти стопроцентной, это не противопоказание, это относительно противопоказание. Не абсолютно. Да, это относительно, абсолютно право вопрос в каждом случае конкретном, от чего пациент умрет раньше. От нашего кровотечение, вызванного препаратом или от тромбоэмболии. В мире, вот если мы берем систему ЭКОС, используют ЭКМО с селективным тромбоэмболизисом. Это один из вариантов лечения. Но вот, допустим, в той клинике, где мы тоже в чем-то проходили обучение, они на это смотрят крайне скептически, потому что они говорят, что даже при том условии, что они имеют хороший опыт ЭКМО, у них много в центре это производится, все равно кровотечение это не редкость. Поэтому, например, если они ставят ЭКМО, у них два основных путя лечения. Они либо делают экстренную хирургию, если это возможно, или используют то, что я показывал в виде большого экстрактора, флоуд-ривер. Селективный ризис на ТЭЛО и ЭКМО, у них, по-моему, только два всего же случая за все время. Не очень большое количество пациентов. Продолжение следует...